Хочу купить парикмахерские ножницы, прямые и профессиональные. Коллеги, друзья, всем привет, с вами Дмитрий Каждан. Вы знаете, еще раз хочу напомнить всем, кто смотрит это видео или случайный зритель, о том, что перед покупкой ножниц нужно отталкиваться сначала не от цены на ножницы, а на функциональность ножниц. Прежде всего, также нужно помнить о том, что надо понимать, что тебе как мастеру нужно от инструмента, какие срезы тебе нужны, какое количество зубцов тебе нужно и прочие-прочие нюансы, а потом уже цена. Многие мастера даже не знают, каким количеством зубцов они работают, например, в филировочных ножницах. И для меня это, естественно, стало, знаете, такой тайный, покрытый мраком. И я даже думал, почему мастера об этом даже не задумываются, почему многие даже об этом не знают. Всех интересует только цена на ножницы, но никого не интересует функциональность. То есть, чем же, собственно, они работают. А все оказалось куда проще. На протяжении 30 лет, как вот у нас хлынул поток инструмента в нашу страну, и на постсоветское пространство, у нас элементарно отсутствует какой-то, например, один крупный бренд, и в этом бренде отсутствует грамотный технолог по этому инструменту. Можно называть по-всякому технолог, грамотный продавец, консультант. Отсутствует такое вот это маленькое звено, которое соединяло бы продукт с конечным потребителем, то есть с парикмахером. Таких людей, к сожалению, у нас нет. Никто этим вопросом, скажем так, в корень не изучал этот вопрос, в эту проблематику никто не опускался. Только я, можно сказать, один такой, знаете, сумасшедший, который, собственно, начал копаться и изучать эту проблематику. Почему я стал этим вопросом заниматься? Да потому что я так же, как и многие другие парикмахеры, смотрели на ножницы с призму. Ага, цена меня устраивает, значит, ножницы хорошие и нужно брать. Ну, и я, собственно, попался на эту удочку. Я купил, как сейчас помню, свои самые дорогие ножницы. Как сейчас помню, они стоили порядка 47 тысяч рублей. Это были ножницы от торговой марки Джоэл. И, собственно, тут-то я и попал. Ножницы не выполняли то, что мне надо. И я стригу и понимаю, что что-то в ножницах не так. И многие мастера, когда покупают филировочные ножницы, прямые ножницы, купили, начинают работать. Ага, что-то как-то... Что-то с ними не так. Думают, что купили ножницы, а они хрустят прямые. Купили ножницы, а они, извините, дергают волосы. Это филировочные, я про филира говорю. Что за чудеса? Почему такая ерунда? Что не так с инструментом? И денег вроде как бы много загрузили, да, за инструмент. Немалый, да? Пускай даже 5 тысяч рублей. Пускай даже 10 тысяч рублей. Неважно. Они дергают волосы, они хрустят. Бэлин, промах. Но, к сожалению, никто не хочет и не хотел разобраться в этой проблеме. То есть, ну, купили ножницы. Наверное, подделку. Наверное, какие-то плохие. Я думаю, что вы с этим сталкивались. Но, на самом деле, все кроется в деталях. Тайна покрыта именно там. Когда я все это изучил, для меня стало очевидно и понятно, как правильно подбирать инструмент. На что нужно обращать внимание. Как подбирается правильный размер. А как вы знаете, многие до сих пор считают, что размер ножниц подбирается, исходя из руки мастера. Но, на самом деле, это тоже в корне неправильно. Размер подбирается, исходя из вашей техники стрижек. Какая у вас техника стрижек? Текстурная, быстрая темп работы у вас. То есть, когда мы работаем с текстурой, это одни размеры. Когда мы работаем с более точной техникой стрижек, как в Академии Сосун, это другие ножницы, другие размеры. Вот у нас, например, в России, например, не очень-то любят размер 4,5. Все считают, что этот размер какой-то чуть ли не для маникюра. То есть, как можно вообще стричь ножницами 4,5 дюймов. А на самом деле, никто просто элементарно не объясняет мастерам, что размер 4,5 дюймов для мастеров, которые работают, как правило, в точной технике. Они никуда не спешат. Они делают свою работу четко. Четкие проборы, четкие разделения. Пробор, срез, пробор, срез. Это как, знаете, Джорджуа Монако. Думаю, может, кто знает такого выдающегося барбера, который работает очень технично, очень красиво. Прямо, знаете, четко разделил, оттянул, срез. Вот он тоже работает размером 5 дюймов. И никто даже не задумывается о том, а почему он работает так. Потому что он старается работать максимально четко, точно технично. Я думаю, что если ему дай ножницы 4,5 дюймов, завтра полмира начнет работать 4,5 дюймов. Но, опять же, никто не задумывается над тем, почему он работает таким размером. Все просто. У него, собственно, такой темп работы. Точный, медленный, и он никуда не торопится, если вы обращаете внимание на его работу. Вот. Поэтому, дорогие коллеги, перед покупкой ножниц всегда, всегда должны вы анализировать, какой у вас темп работы. Как много вы работаете. Это очень важно, потому что надо понимать, если я работаю много, то мне надо менять мою форму ножниц. Потому что форма ножниц тоже дает очень многое. Многие не любят эргономику. Все по привычке работают классикой, а классика, в свою очередь, гробит нам спину. И мы в конце дня устаем, у нас отваливаются руки. А это все почему происходит? Да потому что мы работаем классической формой. От этого у нас, собственно, все проблемы. Также у нас все привыкли работать размером 5,5 дюймов. А все почему все привыкли работать 5,5 дюймов? Ну, потому что кто-то когда-то сказал, что надо купить ножницы 5,5 дюймов. И, в принципе, этого вполне себе хватает. Да, я согласен отчасти, что 5,5 нужно покупать. Но, опять же, кому рекомендуется размер 5,5? Правильно, только начинающему мастеру, который, собственно, элементарно, который только начинает свой творческий путь в профессию. И он не знает, какая ему техника стрижек понравится, какая школа для парикмахеров ему будет приходиться по душе. И куда он будет ходить, учиться дальше. Именно 5,5 дюймов – это твой старт, когда ты стартуешь именно в профессию, когда ты начинаешь изучать стрижки. Поэтому и дается 5,5 дюймов. Чтобы потом ты либо купил себе ножницы 6, 6,5, 7, 7,5 дюймов для создания быстрых техник, для создания быстрой текстуры, снятия массы. А уже потом, соответственно, ты тоже понимаешь, ага, нет, текстурная история – это не моя история. Я хочу все-таки покупать и работать ножницами в более точной технике Sosun, в более точных техниках. Мне это все-таки понравилось. Вот, вот ключевой момент. То есть для этого и дается нам 5,5, чтобы понять, что нам больше всего нравится в нашей любимой профессии. И поэтому я всегда говорю, ножницами 5,5 дюймов, формой ножниц классической формы, как прямых, так и филировочных. Нужно работать максимум 3-5 лет, чтобы вы задумались, что вам нравится больше всего в профессии парикмахера. Если вы не задумаетесь об этом, если вы не будете об этом думать, вы просто-напросто рискуете тем, что вы будете гробить свое здоровье, вы будете стоять на одном и том же размере, и у вас что-то будет не получаться в работе, что-то вам будет не хватать. Вы хотите ускориться в работе, а у вас не получается, да, и прочие-прочие моменты. Поэтому думайте, анализируйте свою работу, как вы работаете, какие школы вам, возможно, нравятся, и уже в это направление покупать, для этого направления, извините, покупайте инструмент. Очень важно это помнить. А не так, что, знаете, как нам привыкли все говорить, у парикмахера должно быть много ножниц. Твою ж мить, да не должно быть его много. Понимаете, я тоже так считал, что у нас, у мастеров, должно быть почему-то много ножниц. А когда я задавал вопрос, а почему у нас должно быть много ножниц, мне толком, как бы, никто и не объяснял. А все, почему никто не объяснял? Да потому что элементарно никто не знал ответа на этот вопрос. А почему не знали? Потому что никто никому ничего не объяснял и не говорил. Я и этот вопрос разобрал и изучил. Да потому что перед покупкой ножниц нужно всегда понимать и анализировать, что какая техника стрижек мне больше всего нравится. Текстурная, быстрая, более точная. И уже исходя из этого мы покупаем размеры под этот темп работы, да? Под быстрый темп работы, да? Или под более медленный. Все, все гениально и просто. Так что, дорогие коллеги, выбирайте инструмент правильно. Ну а если вам нужно подобрать грамотный инструмент, парикмахерские ножницы, купить их, или, возможно, у вас есть соцконтракт от государства, а как вы знаете, государство помогает улучшить свои условия в плане обучения, в плане инструмента, вы всегда можете обратиться в соцзащиту и вам на 2023 год, на сегодня что у нас какой, 6 сентября, вы можете успеть это сделать, обратиться в свою соцзащиту и вам там выделять денег на покупку инструмента. Но там есть определенные, собственно, нюансы, которые, критерии, по которым, возможно, вы подойдете, а, возможно, вы можете и не подойти, как бы, поэтому имейте это тоже в виду. На этом, в принципе, все, что я хотел вам рассказать в этом видео. Не забывайте на меня подписываться, если это была информация, вам полезна, обязательно пишите лайк, напишите комментарий. Кстати, напишите в комментариях, как именно вы подбираете себе ножницы или подбирали. И, может быть, я в чем-то не прав, также напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.